Чем должен обладать настоящий внедорожник? Бесспорно, высоким клиренсом, короткими свесами и базой, практичностью, надежностью, большим прудящим моментом и простотой. И мне кажется, внедорожник, который с завода имеет все эти параметры, есть. Это первый в мире серийный электрический внедорожник Bollinger B1. И сегодня о нем поговорим. Откуда взялся Bollinger? А это компания стартап, но достаточно успешная. Они представили действительно уникальный продукт и всего за два месяца уже собрались свыше 10 тысяч предзаказов с оплатой в 1000 долларов. Внедорожник имеет очень простую конструкцию. Создан на полностью алюминиевое шасси, имеется два варианта литий-ионных аккумуляторов на 60 и 100 кВт-часов, что позволит ему преодолевать 320 км на одной зарядке. Также имеется два электродвигателя по одному на каждой оси, которые выдают реально бешеный крутящий момент в 640 ньютон-метров. И благодаря тем же электродвигателям момент доступен практически с полного нуля. Также двигатели оснащены и пониженной передачей, это позволит ему еще лучше реализовать весь крутящий момент по бездорожью и не тратить большое количество энергии, как это было бы на обычном передаточном числе. И, естественно, это все рассчитано, что его будут топить в болоте, так что ему это не страшно. Да, и лебедка тоже есть. А что еще впечатляет, что на обычном передаточном числе данный электровнедорожник, вес которого составляет 1 тонну 769 кг, способен разгоняться до первой сотни всего за 4,5 секунды. Для бездорожья электромобиль имеет идеальные углы свеса, но и благодаря пневмогидравлической подвеске имеется возможность регулировать клиренс от 254 до 508 миллиметров. Грузоподъемность также впечатляет и составляет почти 3 тонны. А благодаря различным трансформациям салона можно вместить практически все, что угодно, и даже под капотом имеется еще один багажник. Серийную версию должны показать уже 31 октября. Предварительная цена составит 22 и 25 тысяч долларов, а количество предзаказов уже преодолело рубеж в 10 тысяч, что очень хорошо для такого стартапа. Также разработчики пообещали и четырехдверную версию. И на мой взгляд, это идеальная концепция для внедорожника, он несет в себе все нужные функции для этого дела, и только вдумайтесь, это только первопроходец, но который способен уделать многих. Ждем больше реальных тестов, как будут, обязательно об этом еще поговорим. А вы напишите в комментариях свои мысли по данной концепции электровнедорожника Bollinger B1. И если любите автомобили, то обязательно подписывайтесь на наш канал, или группу ВКонтакте. До скорых встреч!